А вы знали, что бюстгальтер это сложное текстильное изделие, для изготовления которого требуется более 40 операций, большая часть которых ручной труд. Практически ювелирная работа, правда? В размерном ряду Флоранш мы выделяем регулярные размеры 70А, 80С, 75Д и размеры бюстгальтеров с особой поддержкой 85С, 100Е. Они имеют принципиальные отличия. Итак, давайте же разберемся, из каких частей состоит бюстгальтер и как они влияют на форму и поддержку груди. Чашечки бюстгальтера. В зависимости от формы, конструкции и материалов чашечек бюстгальтера выделяют мягкие и плотные, которые в свою очередь имеют множество подвидов. Их вы найдете в коллекциях торговой марки Флоранш. Мы посвятили им отдельное видео. Косточки или каркасы. Бюстгальтер с косточками придает груди привлекательную форму и обеспечивает хорошую поддержку. Как правило, они сделаны из металлической пластины или даже пластика. Когда вы надеваете бюстгальтер, косточки немного расширяются, чтобы принять форму вашей груди и следовать за каждым вашим движением, придавая груди красивую форму, обеспечивая необходимую поддержку, а после того, как вы его снимете, они возвращаются к исходной форме, действуя по принципу пружины. Это очень важно для некоторых бюстгальтеров без бретелей. К примеру, для бюстгальтера Булканет. Кроме того, косточки различаются по своей длине, в зависимости от модели, дизайна или размера. Корсетная часть или пояс. Это часть бюстгальтера, которая полностью охватывает грудную клетку и спину. Особенность корсетной части бюстгальтера в том, что она спроектирована так, чтобы не только поддерживать грудь, но и направлять ее. Размер корсетной части во многом влияет на то, насколько удобно будет сидеть бюстгальтер. Вот почему так важно правильно подобрать размер. Если корсетная часть будет слишком тугой, косточки будут врезаться в тело, а если слишком свободной, ваша грудь останется без необходимой поддержки. Выбрав правильный размер корсетной части, вы обеспечите груди необходимую поддержку. Помните, 80% веса груди должно приходиться на корсетную часть и лишь 20% на бретели. Поэтому корсетная часть должна быть выполнена из прочной эластичной ткани высокого качества и плотно прилегать к телу. Конструкция корсетной части регулярного размера и особой поддержки отличны. Регулярный размер – узкая корсетная часть с Т-образной формой спинки. Особая поддержка – широкая корсетная часть с У-образной формой спинки. Соединительная планка – планка, соединяющая чашечки бюстгальтера. Высота и ширина планки также влияют на посадку бюстгальтера и его способность соединять или разводить грудь. Боковые уплотнители. Как правило, это своего рода косточки, выполненные из пластика, обеспечивающие дополнительную поддержку сбоку. Петельки крючки соединяют части пояса. В бюстгальтере регулярного размера – два крючка. Бюстгальтер с особой поддержкой – три крючка. Брители. Брители бюстгальтеров «Флоранж» состоят из двух частей. Фронтальная часть брители, которая выполнена из неэластичных тканей, и задняя часть – из эластичных тканей, с возможностью регулировать длину брителей. Фронтальная часть брители неэластична и обеспечивает необходимую поддержку груди, что очень важно при больших размерах. Брители бюстгальтеров с особой поддержкой шире для обеспечения правильного распределения давления на плечи. Мы рассмотрели конструкцию бюстгальтера и основные особенности бюстгальтеров «Флоранж». Еще больше секретов брофитинга ждут вас в следующих видео.